Всем привет! Я иду сейчас собирать яйца и по традиции мне почему-то хочется сначала пойти посмотреть у молодых курочек, то есть цыплят. Этим цыплятам ещё нет 5 месяцев, а если точнее сказать, через неделю им будет 5 месяцев. И я хочу сейчас пойти посмотреть, сколько у нас прибавилось за эти дни яиц. Воробьи обнаглели. Просто посмотрите, что творится. Видите, просто сидит в кормушке и ест спокойно. Ещё и с собой прихватил. Вот такие вот у нас едуны. Ну что, давайте заходим в вольер к этим цыплятам и пойдём посмотрим вместе с вами, сколько яиц уже у этих цыплят. Так, сразу смотрю в подстилку. Нигде ничего не вижу. Яиц в подстилке нет. Так, и начнём наш обзор с первого гнезда. Так, скажу сразу, что в каждом из гнезда, из этих четырёх гнёзд лежит по две приманки. Пластиковые, резиновые. Не знаю, как из чего они сделаны. Резиновые, скорее всего, по две приманочки. Смотрите, в первом гнезде у нас две приманочки и новое яичко. Класс! Смотрим дальше. Ой, здесь два новых яичка. Смотрите, две приманочки. Вот это две приманочки и два яичка. Так, смотрим дальше. Смотрим следующее гнездо. Здесь лежат две приманочки. Новых яичек нет. Смотрим следующее гнездо. И тут два новых яичка и две приманки. И вы знаете, что бы я сейчас хотела сделать? Я уже, наверное, уберу приманки. Так как наши курочки уже получается десять дней как несутся, этого достаточно для того, чтобы они уже знали, где им нестись. Поэтому, чтобы у нас был чистый вид снесенных яиц, приманочки я буду уже убирать. У меня технический отдел здесь. Вот приманочки все я буду складывать вон туда. Так, здесь тоже их уберу. Так, везде уберу приманки. Так, не перепутать ли мне. Так, вот две приманочки. Этого достаточно. Десять дней уже лежат приманки. Курочки прекрасно знают уже, где им нестись. И их можно уже убрать. Все. И теперь у нас в гнездах остались чисто яйца, которые снесены молотками. Так, здесь у нас будет одно. В прошлый раз у нас было три яйца новых. А в этот раз уже, смотрите, на два яйца больше. Все. Красивенькие такие. Смотрите. Это яйца от курочек, которым еще нету пяти месяцев. А первое яичко появилось у нас в четыре с половиной месяца. Вот такие у меня труженицы. Вот такие у меня красоточки. Молодцы. С каждым разом у нас прибавляются яйца. Все идет по плану. Все идет нормально. Яйца прибавляются. Курочки растут. Чувствуют себя прекрасно. Аппетит хороший. Все живенькие и здоровенькие. В самой конструкции этих гнезд есть еще другие гнезда. Гнезда с вот такой вот дырочкой. И снесенное яйцо должно падать в эту дырочку и попадать в яйцеприемник. Сейчас мы посмотрим с вами. Возможно, там тоже уже есть яйцо. Но, судя по припавшей пыли, смотрите. Видите? Курочки даже не проявляли интерес пока что к этим гнездам. Вот, смотрите, все припало пылью. Вот так вот. Значит, сюда даже никто и не заходил. Они просто еще не обнаружили эти гнезда. В случае посмотрим. Да, здесь пока что яиц нету. Но не страшно. Это все дело времени. Как только курочки мои все разнесутся и начнут полным ходом нестись, я точно так же сделаю приманки в эти гнезда. И они будут спокойно туда тоже нестись. Это все со временем сделаем. Пока что пусть они разнесутся в солому. Вот начнут дружно все нестись в солому. И потом постепенно будем их приучать к верхним гнездам. А сейчас пойдем посмотрим, что нам снесли наши ни курочки, ни сушки. Красивые. Вот я вам на свету их покажу. Они все одинаковые. Небольшие. Со временем начнут укропняться. Это не страшно. Барышня пришла нестись. Молодец. Куреха. Заметила. Под своей прической меня увидела наконец-то. Так, давайте будем собирать яйца. Посмотрим, сколько наши курочки снесли за три дня. Сейчас я зашла в курятник как раз в самое время, когда курочки несутся. Вот так они спокойненько сидят. Им там не нужна ни солома. Смотрите, все четыре гнезда как раз заняты. Никакая солома им там не нужна. Вот, главное их сюда приучить нестись. Вот они сидят себе. Яичко снесется и падает под наклоном, скатывается в яйцеприемник. И вот оно лежит и дожидается, когда я их соберу. Видите? Сразу видно, какое самое активное гнездо, которое ближе к выходу. Вот выход на улицу. И сразу мы видим, это самые популярные два гнезда. Здесь я бы тоже не сказала, что они не популярные. Смотрите, по цвету яиц характерно видно. Вот каждая курочка любит определенное гнездо. Давайте мы с вами их соберем. А эти курочки пусть продолжают еще нестись. А то, что они снесли, мы можем уже забрать. Вот так вот это выглядит со стороны. Это урожай за три дня. Меня просят не забывать говорить о том, сколько дней не собирались яйца. Вот пошла белоруска туда нестись. По-видимому, эта курочка еще не снеслась. Ну, это не проблема. Они сейчас решат между собой, кто куда пойдет. А мы пока что соберем наши свежие яички. Этим курочкам уже второй год. Поэтому яйцо крупное. Вот такое вот уже сформированное хорошо. Этим курочкам уже второй год. Вот так вот. Они уже разнесенные. Курочки-несушки. Смотрите, опять маленькое яичко. Это или же какая-то курочка вынеслась. А возможно и первое яичко. Возможно, какая-то курочка начинает нестись в этом сезоне. Заберем все. Вот так. В желтке я ищу. Что такое? Что? Ну, все, все, снеслась, наверное. Наверное, снеслась. В желтке яиц я не наблюдаю. Сипсистые. Ну, все, все, заходи, заходи. Иди, 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 иди. Разбитых яиц тоже нету. То есть, значит, правильный сделан наклон в яйцеприемник. Если сделать немножко круче наклон, возможно, будут яйца биться друг об друга. Поэтому очень важно еще сделать такой наклон, чтобы яичко скатывалось плавно. Вот, весь урожай у нас получился. Это за три дня. Вот столько яиц. Ну, и сегодняшние яйца я буду забирать попозже, когда снесутся все курочки. Все давайте нам вкусные свежие яички. Меня просили показать, сколько мои курочки несут яиц в верхние гнезда, которые сделаны с вот такой вот дырочкой. И вот сейчас мы вместе с вами и посмотрим. Так, что мы видим? Мы видим одно яйцо. Какая-то одна курочка снесла вот в это гнездо. И напротив него скатилось вот это яйцо. Вот, видите? Здесь бывает яиц по-разному. Скорее всего, просто курочки ленятся подниматься наверх. Они сразу, вот, в пешей доступности заходят в эти гнезда и здесь несутся. А в это гнездо нужно еще запрыгнуть наверх. Возможно, это причина. А возможно, я еще немножечко позже вам покажу, что я придумала сделать для того, чтобы их туда приманить, в эти гнезда. В эти гнезда я кое-что придумала с этими приманочками, верхние гнезда. И сейчас вам это покажу. Пока что не знаю, сработает это или нет. Будем наблюдать. Я вам обязательно в своих следующих видео буду показывать, поможет такой способ или нет. И вот здесь вот сделаем вот такую штучку. Прямо-прямо. Возле самого края. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Там, хотя, немножечко вмялось яичко, но курочка этого не поймет. Она, в принципе, не поймет, что там немножечко вмятое яичко. Ей главное сам вид. И я даже могу его немножечко вот так свесить. Все. А когда она здесь будет сидеть и снесет яйцо, оно упадет. Даже если оно вот здесь задержится, то лапами все равно следующая курочка зайдет, она подтолкнет и оно скатится. Даже если первое яйцо не скатится, а здесь задержится, то нам для того, чтобы ее сюда приучить нести яйца, все равно это меня устраивает. Вот будем наблюдать. Сюда я то же самое сделаю такую же приманочку. Вот так вот в приманочке, вот в эту дырочку, которая уже существует промышленная, мы берем саморез. И вот так вот его наживить нужно. Вот, чтобы этот саморез вышел насквозь. А теперь нам только остается его вот так вот прикрутить. Все, приманочка готова. Смотрите, чем не настоящее яйцо. Оно даже немножко запачканное. Это я взяла его у курочек молодок. Вот так вот. Все, яичко очень даже хорошо, крепко держится. Здесь приманка. И сейчас еще здесь сделаю. Пусть будет еще и здесь. Я хочу, чтобы у меня все гнезда работали. Все, яйцо прикручено. Вот так вот. Яйцо приманка прикручено. Вот так вот. Все, во всех гнездах у меня есть приманочки. И в следующий раз посмотрим, сколько будет вот здесь яиц. Такое же яйцо приманку я хочу прикрутить хотя бы в одно гнездо цыплятам, молоткам. Тоже просто ради эксперимента. Может быть и сработает. Вот так вот получилось. Самое настоящее яйцо лежит. Курочка его увидит и сядет рядом нестись. В рационе у курочек и цыплят, как всегда, трава. Без этого никак. А ну-ка пробуйте. Давайте, давайте. И потом яиц будет тоже много. Вкусненькая травка, зелененькая. Пойдемте, еще раука нам дадим. Цыпульки. Не переживайте, вам тоже есть зелень. Идемте. Идемте и вам дам. Этого будет достаточно. Здесь трава, клевер и листья одуванчика. Как ни странно, осенью вот такой шикарный набор. Качаны и кукурузы что-то они не сильно любят. Вот, видите, качаны остались несъеденные за эти три дня. Ну, кушайте. Давайте, идите, заходите. Бегом на траву напали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Стоят и хотят забрать траву у соседей. Но у вас же такая же травка есть. А там вкуснее, у соседа вкуснее. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну вот, гнезда все пустые. И мы сейчас посмотрим результат. Ну, конечно же, они услышали, что я принесла им траву и побежали все на траву. Может, какая-то из них еще и не снеслась, которая сидела. Ну вот, такой результат. Четыре гнезда, шесть яиц. Пока что шесть яиц. Снеслись еще не все. Как всегда, забираю в карман, потому что ведерка со мной нет. Тепленькие, крупненькие. Тепленькие, крупненькие. Так, забираю. Все, и теперь нужно сделать санитарную уборку. Все крошки, вот это все, вот эти все крошки нужно смести на пол. Ну и, конечно же, продолжаем наблюдать за курочкой, которая была лысая. Смотрите, как она уже начинает обрастать. Сейчас я попытаюсь поближе подойти и вам показать. Посмотрите на эту спинку. Еще неделька, и эта спинка будет вся покрыта перьями. А так как это все идет к холодам, и природа есть природа, спинка уже зарастает. Будем наблюдать за ней. Через недельку посмотрим, какая ты будешь принцесса. Да? Ну, кушай уже травку, кушай. Меня спрашивают, чем я кормлю цыплят, чтобы они так рано занеслись, чтобы так рано начали давать яйца. Но дело в том, что это не только зависит от корма. Это в комплексе. Это в комплексе все содержание имеет, играет большую роль. Ну, коль вы меня спрашиваете, я решила вам показать. Значит, чем я кормлю? Это пшеница, кукуруза и немножко комбикорма для кур-несушек. Очень важно вот сейчас добавить немножко комбикорма к этой зерносмеси. Вот так вот я делаю. Вот так вот я делаю. И это очень хорошо влияет на яйценоскость. Сразу курочки-молодки начинают нестись. Но, еще раз повторю, это не только из-за этого. Еще нужна кормовая ракушка, которая находится у них всегда. И еще нужен обязательно свет в помещении в курятнике. Нужно обязательно начинать досвечивать. А вообще, у меня лампочка-экономка горит, не выключаясь, 24 часа в сутки. Ну, пробуйте, вкусно. Пробуйте, смотрите. Ага. Видите, птичка не голодная, потому что у моих цыплят... Вот еще один немаловажный момент. То, что у моих цыплят всегда есть наличие корм. В любое время дня и ночи цыпленок подходит и кушает. Курочка-молодка подходит и кушает, пополняет свой запас для формирования яйца. Птицу свою я кормлю не по времени и не по норме. У них всегда есть корм. И, естественно, я получаю сразу результат. Не так нужно зерно, как мои ногти. Да? Не, ну так больно ты кусаешься. Ты что, укусил? А ну, прекращай это делать. Вот и все. Пшеница, битая кукуруза. И немножечко я домешиваю хорошего комбикорма. Проверенного, хорошего производителя. Засыпаю в бункерную кормушку. Вот так вот засыпаю в бункерную кормушку. И не переживаю, у моей птички всегда есть корм. Вот так вот. Очень хорошо видно пшеница, кукуруза и комбикорм. Пшеница, битая кукуруза и комбикорма. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok